Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование Нового Завета архиепископа болгарского блаженного Феофиларда. Часть 33. Толкование на 1 Тимофею 1.4. Первое выражение «Ищите» говорит о прошении, сильном желании. Второе. «Исследуйте», значит изучите подлинный смысл писаний, узнайте их и прекратите всякое исследование. Комментарии Игнатия Лапкина. Согласно этих слов блаженного Феофилакта, изучите подлинный смысл писаний. Его трудно признать православным, хотя труды его за последние 10 лет переиздавались многократно и по благословению патриарха. Но у православных так уж принято. Постараться достать книгу, может быть даже прочитать и благоговейно сохранять на книжной полке. Но притворять в жизнь написанное в них, этого никто не требует и к этому не приучены. Книги сами собой, а мы, православные, благочестивые христиане, сами собой. В этих книгах якобы ничего нельзя подвернуть сомнению. Сравнивая со Словом Божьим, нельзя ни добавить, ни убавить. Все эти книги, признанные православными и одобренные патриархом или православным цензором, должны восприниматься полностью и быть вне всякого подозрения, как жена Кесаря. Святые отцы так не учат. Они приучали свою паству проверять даже их речи. Кирилл Иерусалимский говорил, чтобы не верили и ему, если слова его не сходятся с Библией. А Иоанн Златоуст решительно говорил, о чем нет в Библии, о том не рассуждаем. Отношение к православным книгам у православных верующих трепетно боязливое, потому что там стоят мысли святых людей. Но у святых людей не всегда мысли были согласны с Библией. И в этих случаях никаких авторитетов не нужно бояться. То, что прочитанное согласно с Библией, но не согласно с нашей жизнью, нужно немедленно вводить в нашу жизнь, совершенно отбрасывая общепринятое неверное мнение, неверное научение, не согласное с Писанием. Поэтому, чтобы не заблудиться, изучите подлинный смысл Писаний. Цитата. Веруем, что божественное и священное Писание внушено Богом, потому мы должны верить Ему беспрекословно. Послание восточных патриархов. Еще цитата. Когда читаешь божественное Писание, не то имей в виду, чтобы только прочитать лист за листом, но с размышлением вникай в каждое слово. И когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, или вызовут сокрушение, или исполнят сердце твоей духовной радостью или любовью, остановись на них. Это Бог приблизился к тебе. Смиренно прими Его открытым сердцем, так как Он Сам хочет, чтобы ты приобщился Его. Если ради этого придется тебе оставить неисполненным то, что положено было для этой духовной цели, не беспокойся об этом. Ибо цель всех духовных занятий сподобится вкушению Бога. И когда это дано, нечего останавливаться на средствах к Нему. И когда размышляешь о чем-нибудь божественном, особенно о страданиях Христа Господа, «Остановись на том, от чего придешь в умиление, и побольше займи этим свое внимание, чтобы продлилось это святое чувство». Однако и большим препятствием к сохранению внутреннего мира является непреложное обязательство прочитывать в день определенное число кофизм из Псалтирии, глав из Евангелия и апостольских посланий. Положившие себе это за правило обычно спешат прочитать все, не заботясь о том, приходит ли сердце в умиление от прочитанного и порождаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцания. А если не удастся им все прочитать, тревожатся и смущаются не о том, что лишились духовных плодов от чтения для созидания внутреннего своего человека, а что не все прочитано. «Когда занимаешься чтением Слова Божия, представляй, что за каждым словом присутствует Бог, и принимай их как бы исходящими из Его божественных уст». Преподобный Никодим Святогорец Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое с первого взгляда, показавшееся простым, заключает в себе глубокий смысл. «Источник света. Слово Божие, будучи исполнено света и источая свет, оно просвещает и озаряет души верных». Святитель Иоанн Златоуст Толкование на 1 Тимофею 1.13 Он видел, что проповедь распространяется, и, наконец, его побуждала к этому ревность по законе, а иудеи делали все из властолюбия. Комментарий Игнатия Лапкина «Стоит почитать выступления делегатов в православных конгрессах, в формах, не на выбор, и не найдешь этих слов в отчетах, проповедь распространяется». Эти слова могут сказать сектанты, заполнившие Россию. Любые, самые экзотические, они идут от дома к дому, от селения к селению, и их проповедь распространяется. Пока православное учение не будет распространяться в чистом виде по Евангелию, в представлении людей православие будет казаться тьмой суеверии, а Библия – позабытой и заброшенной книгой. Святитель Феофан Затворник говорит «Горе вам, что затворяете Царство Небесное Человеком». Матфея 23.13 «Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснять им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет правильно, другая хоть и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уж разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры. А юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней». Толкование на 1 Тимофею 2.7 «К этому свидетельству я приставлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа». Комментарий Игнатия Лапкина «Я приставлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа». Читая эти строки болгарского архиепископа, толкователя священного писания, мысленно перенесемся в первый век. Представим себе, что сегодняшних православных архиереев и священников направили на преддипломную практику вселенскому проповеднику апостолу Павлу сроком на три года. «Отцы, преосвященные, что бы вы взяли с собой, имея опыт алтарного служения, прислуживания на богослужениях и даже имея сам? Потребовалось бы все это вам в первом, во втором или третьем путешествии с апостолом Павлом. В поездке с патриархом или архиереем все это потребовалось бы, потому что к патриарху вы приставлены были бы не проповедниками. Все архипастыри и пастыри – это не простолюдины и простецы, а руководители, лидеры в своем обществе, на своей территории. Каждый лидер должен обладать как минимум шестью качествами. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность к разгильдяйству, привлекательность. Итак, вообразите еще раз, перечитав деяния апостолов и послания Павла, как вы будете выглядеть со всем своим багажом перед ним. Апостол Павел о смысле своей деятельности скажет вам словами Феофилакта. «Я представлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа». Эти же слова придется говорить каждому священнику, каждому архипастырю, когда они вернутся после трехлетней апостольской командировки. «Ваше преподобие, ваше преосвященство, напрягите ваше воображение. Посмотрите на себя и свою деятельность глазами Феофилакта. Мышленнее Феофилакта, не окажетесь ли вы людьми совершенно иной веры, не имеющей ничего общего с апостольской, заповеданной Христом? Вас сегодня так научили и вы сегодня так усвоили, что вы представлены быть служителями алтаря, а не служителями слова. Служителями литургии, но не служителями проповеди, служителями треб, но не служителями благовестия. Апостол Павел не нуждался ни в каких софринских предприятиях, ни в безбожной регистрации за множество уступок в духовной свободе, ни в одобрении мирских властей, ни тем более в том, чтобы свою религию сделать господствующей в государстве. Он четко и ясно выражает свою мысль. Я представлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа. И поставлен не просто проповедником, чтобы проповедовать в одном каком месте, но и апостолом, чтобы обходить всюду с проповедью. Если мы сегодня не вынесем сами себе приговор, что мы совершенно чужды евангельской веры и под разными увертками пренебрегаем шествовать за Христом и за апостолом Павлом и не вернемся к евангельскому служению, то участь наша будет далеко не такая, как по апостолу Павлу. Филиппийцам 1.27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в вере, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». 2 Тимофею 4.8 «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Уста Христовы словом воскрешали мертвых. Дочь Иоирову, сына вдовицы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом, проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию, воскресает души, умершие грехами. Святой Григорий Двоеслов рассуждает об этом так. «Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо – обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает. А в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри. Воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем? Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле. И что сотворила душа Павла? Своим учением он пробудил многие силы». Святитель Дмитрий Ростовский. Конец тридцать второй части. Конец тридцать второй части.